Исконно русские и заимствованные слова. Словарный состав языка постоянно пополняется. Этот процесс осуществляется в основном в результате образования из существующего уже в языке материала новых слов по законам и правилам русского языка. Так возникают в нашей речи все новые, исконно русские слова. Эти, вновь появляющиеся исконно русские слова, сливаются с известными ранее, унаследованными от наших предков. Трава, красный, идти, зрелище. Но пополнение словарного запаса родного языка осуществляется и за счет заимствования слов из других языков. Народы, населяющие разные страны, не могут жить обособленно. Между ними возникают торговые, культурные, политические связи. Общаясь между собой, народы заимствуют друг у друга предметы личного и домашнего обихода, орудия труда, машины, оружие, предметы искусства, научные понятия. Одновременно усваиваются и называющие их слова. В языке появляются заимствованные слова. Иноязычные слова иногда так прочно усваиваются, что люди и не подозревают об их иностранном происхождении. Слова, вошедшие в русский язык из других языков, называются заимствованными. О происхождении заимствованных слов можно узнать в специальном словаре иностранных слов, в этимологическом словаре, а также в толковом словаре. О происхождении исконно русских слов читайте в этимологическом словаре.